Действительно замечены на панораме, пока еще не объясненные такие оптические явления. Это какой участок планеты? Это вот этот, да? Ну вот здесь приблизительно вот на этом месте, вот в этой зоне. И здесь вот приблизительно начинается отсюда и заканчивается здесь какая-то полоса шириной приблизительно километров 20-25. Она видна и в оптическом диапазоне, и в тепловом диапазоне. И съемка происходила в один и тот же день, но разница между полученными панорамами составляет порядка 8 часов. И тем не менее и там, и здесь видны эти полосы. Есть еще какое-то образование, действительно какое-то. На одной из этих панорам видны образования, но тоже шириной по крайней мере приблизительно 26-30 километров. Но форму имеет другую, такая-то веретенообразная тень или образование, но отличается от этой полосы. Короче намного, немножко шире и форму имеет другую. Видно только на двух панорамах, которые были получены в оптическом и тепловом диапазонах вот днем, 12 часов дня. И самое главное, что на карте, которая существует уже давно, на карте Марса, не видно ни этой полосы, ни этого образования. Да, никаких таких полос образования здесь не видно. Но эта тень появилась действительно неожиданно, и что это такое мы сразу не поняли. И наверное не очень хорошо обратили на это внимание. Потому что дальше она опять, увидите, продолжается в виде полосы такой. И вот уже слышали, что и на следующем сеансе была менее интенсивная, но тем не менее была. Значит в инфракрасном диапазоне тоже это заметно, но уровень намного меньше. То есть это не предмет, висечный над поверхностью, а это видимо тень все-таки на поверхности планеты? Наверное, наверное. Потому что, ну то есть это не полностью перекрывается, так сказать, сигнал от поверхности Марса. Это похоже на ракету, взлетающую из поверхности Марса, и после которой еще остается интенсивный след. Как вы к этому относитесь? Ну если дать волю фантазии, то конечно можно найти и такие объяснения. Но мы склонны видеть совершенно реальные, хотя может быть еще до конца не объясненные обстоятельства, которые породили вот такой вот след. Скорее всего это все-таки тень от какого-то объекта на поверхности. Потому что сквозь тень просвечиваются элементы поверхности. Ну, кстати, как через инверсионный след тоже просвечивается, но там обычно прозрачность не такая. То есть это требует определенного научного анализа, это явление, точно так же, как то, которое вы видели раньше. Здесь надо, так сказать, мне кажется, быть очень осторожным. Могут быть самые разнообразные картины, которые требуют такого более углубленного анализа с расчетами вместе. Тогда можно о чем-то будет сказать. Продолжение следует... Los extraños eventos ocurridos a la misión Phobos permanecerían sin llamar la atención de los científicos occidentales hasta que una cosmonauta, Marina Popovich, dio a conocer la última fotografía obtenida por la sonda Phobos-2 antes de desaparecer. Una fotografía oficial de la agencia espacial rusa, en los primeros días de diciembre de 1991, presentó esta evidencia que muestra a un gran objeto de casi 30 kilómetros de extensión, muy cerca de la luna Phobos. A pesar del valor de esta prueba, el público, de muchos lugares del mundo, continúa sin conocerla. El Dr. James Harder, un reconocido investigador de los Estados Unidos, nos comenta... Yo soy Dr. James Harder. El Dr. James Harder, un reconocido investigador de la agencia espacial rusa, no creo que si puedes exhalar todas las otras posibilidades, que sea algún tipo de error, o que sea algún tipo de error de transmisión, o que sea un hoax, ni de esas cosas. ¿Sabes que hay otras fotos de Mars, donde puedes ver un gran lado, un lado de probablemente 20 kilómetros. Yo he oído de esta lada, no he oído. Pero, de lo que dices, este objeto podría haber quedado, ese tipo de gráfico, si es al mismo distancia como Phobos, sería de 15 kilómetros. Así que creo que es un gráfico muy sencillo, pero no tiene una explicación de cualquier tipo natural. Es muy importante. Creo que es importante, porque, si no es un hoax, y no creo que es un hoax, porque viene de las personas más altas en la agencia espacial soviética, que lo dieron a Marina. No parece que sea algo que podría ser una error de transmisión, o una error de la técnica fotográfica. Y si no es un hoax, no es un error, es definitivamente no conocido. La doctora Marina Popovich prestó sus servicios a la agencia espacial soviética, sirvió como piloto de pruebas, y fue preparada para vivir en el espacio. Sin embargo, no se realizó la misión. El día de hoy es una científica con diversas especialidades, que continúa en contacto con las autoridades rusas del espacio. La evidencia que presenta en sus manos se convierte en una evidencia innegable. Coincide perfectamente con la sombra de más de 25 kilómetros que fue fotografiada por la sonda antes de desaparecer. Se piensa que en ese momento, los controladores viraron los lentes de la Phobos para tratar de ver qué era el objeto que proyectaba esas sombras. Aparentemente, después de tomar la última fotografía directamente de la luna Phobos, desapareció. La fotografía es oficial. Sin embargo, la agencia espacial rusa no ha emitido ningún comentario al respecto. Lo que sí es un hecho. Desde el mismo 27 de marzo de 1989, es que la última fotografía de la sonda habría sido sobre su objetivo especial, la luna Phobos, y que después de haberse virado nuevamente hacia Marte, habría desaparecido. Это Mars. Este es Mars. El planeta Mars. ¿A este? Phobos. Usted puede ver un Phobos, el satélite de Mars. Este снимaje fue realizado por la estación Phobos-1. Pero después, la estación de la estación Phobos-1. Luego, fue enviado el siguiente aeroporto, llamado Phobos-2, o Phobos-2. El debería llegar a Mars. 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 И вдруг пришла вот такая фотография и кроме этой фотографии еще была тень на Марсе. Тень. И ровно через три дня после этой последней фотографии Фобоса не стало. Он исчез. Существует очень много гипотез, почему он исчез. Первое. Может быть, тоже была неправильная команда, может быть. Может быть, возникло статическое электричество вокруг корабля. И все приборы вышли из строя. Может быть, какие-то механические повреждения. Но уфологи, вот и я лично, думаю, что может быть вот это корабль, может быть, это Уфо. Может быть, может быть, скажи, может быть. Может быть, может быть, может быть Уфо. И тогда понятно, почему исчез Фобоса. Потому что длина вот этой вот сигары или помехи какой-то, она около 25 километров длиной. Почему я так говорю? У нас недавно по центральному телевидению прошел фильм японского телевидения. Там была на Луне заснята длинная большая тарелка, пульсирующая, тоже 25 километров длиной. Не так давно, на телевидении Советского телевидения, у нас был программ, который мы получили из Японии. Там, на цифровке на Луне, сниженщики японские сниженые снимали очень огромный объект, тоже 20 километров в диаметре. На фотографии не улучшили, когда на фотографии ничего не было не проявлено. На самом деле, вину, вначале, виновата остались не положы. Виноваты хотели бы оставить в покрытие в новую фобосу, в том, что это не было предположение в последствии. Опять обнаружили, что, на его瞬е, ваше, виноваты, они беззнеры. Продолжение следует... ...nuestro planeta es tan solo una posibilidad. El día de hoy, el planeta rojo es un lugar frío, seco y sin vida. Sin embargo, al inicio de su historia, era un lugar cálido y húmedo. Condiciones muy similares a las de la Tierra en el principio. Sin embargo, en algún momento, ambos planetas separaron su desarrollo. Mientras la Tierra desarrolló microorganismos y después de ellos, formas evolucionadas de vida, Marte perdió su atmósfera y se convirtió en un lugar agresivo para la vida. Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar. Es el más pequeño después de Mercurio. Es casi siete veces menor a la Tierra. Recibe 2.3 veces menos energía del Sol que nuestro mundo. Su atmósfera es 135 veces menos densa que la terrestre. Compuesta por un 95% de anílido carbónico, 2,5% de nitrógeno y 1,5% de gas argón. También hay vapor de agua y pequeñas cantidades de otros gases. A pesar de la escasa densidad de su atmósfera, con frecuencia se producen grandes tormentas de polvo. Debido a ello, el planeta adquirió su característico color rojizo. La corteza de Marte tiene un 45% de sílice y una elevada cantidad de óxidos de hierro, azufre, aluminio, calcio y magnesio. En la actualidad, no existe agua en la superficie marciana, aunque se considera que la hubo en un pasado remoto. El día solar dura 24 horas y 39 minutos y medio. Su órbita alrededor del Sol la completa en 687 días terrestres, es decir, 669 días marcianos. La temperatura media en los polos es de 70 grados bajo cero, mientras que en el Ecuador es de 30 grados bajo cero. Se considera que las condiciones actuales no parecen favorecer la existencia de un tipo de vida similar al terrestre. No obstante, existen suficientes... No obstante, existen suficientes... No obstante, existen suficientes... Suficientes...